Сука ты меня еще вспомнишь, секс на кухонном столе, на репиде в голове, сука ты меня еще вспомнишь. Ну вообще это видео должно было быть про гач-страшилки, но когда я искал эти самые гач-страшилки для видео, я накнулся на это прекрасное лицо и мое сердечко расставило. Теперь у меня нет сердечка. Короче говоря, всем подписчикам и просто зрителям привет, меня зовут Ишир, и так, скоро Хэллоуин, и как преданный своему каналу автор, не уходящего отставки по полгода, решил сделать видео на хэллоуинскую тематику. Вообще в свое время я обожал смотреть и пони-страшилки, и гачи-страшилки, и боже упася в Атаре-страшилки, но пони-страшилки всегда казались мне более, как бы сказать, страшнее. Ну только посмотрите на эту обложку, она выглядит криповее всех корсинок по запросу страшной корсинки в гугле, при этом видео считается комедийным. Ну а я больше не буду тянуть и приступлю к просмотру первого видео. В 20-х годах на побережье Калифорнии начали бесследно пропадать люди. По словам полиции, во всех преступлениях действовал маньяк-одиночка, но выяснить, кто это, так и не удавалось, несмотря на продолжительное исчезновение. Ему дали имя – калифорнийский маньяк. В это же время в одном из лучших сушелавок на побережье появился новый вид ролла в Калифорнии – снежным рыбим филе. Некоторые после того, как их попробовали, больше не могли остановиться, а других просто от них тошнило. Один из полицейских заинтересовался странностью этих роллов и взял пробу на анализ. Оказалось, что в них было не рыбье филе, а настоящее человеческое мясо – мясо жертв, пропадающих на побережье. Чё, прям вообще никого не смущал вкус свинины в роллах, да? Человечный по вкусу напоминает свинину, а в роллы Калифорния добавляют кровавые палочки. Или креветки, которые к свинине отношения не имеют абсолютно. Ну, либо же у калифорнийцев 20 века напрочь отсутствовали вкусовые рецепторы. Лавку закрыли, а владельца посадили в тюрьму на пожизненный срок. Всё бы так хорошо и закончилось, но после этого по всему городу была зафиксирована серия смертей, мистика которых не вызывает сомнений. Люди, прежде с удовольствием употребляющие человеческие роллы, теперь загадочно умирали в страшных муках. Кто-то даже вырезал из себя куски живого мяса, чтобы сделать заклятые суши самостоятельно. Смерти прекратились, когда все, попробовавшие эти суши, погибли. Эти происшествия до сих пор остаются загадкой для докторов и учёных. Ведь множество племён и обычных каннибалов, употребляющих человеческое мясо, не достигали такого плачевного результата. Калифорнийцы на самом деле интересные люди. Всё у них не как у людей, а? Суши остались популярны по всему земному шару, благодаря их истории. Хоть и продавались теперь не с человеческим мясом, а с рыбой. Но будьте осторожны. Вдруг, когда вы их закажете, что-то будет не так. Понятия не имею, настоящая ли это легенда, или автор сам её выдумал. Но знаю точно, роллы Калифорния покупать я больше не буду. Это была достаточно интересная история, но ни капли не страшная. Так что без лишних слов пристойм к следующей страшной. Тлёный запах изо рта и кривые зубы. Оно ползёт по потолку, облизывая губы. Смотрит с ухмылкой, довольной, как на мясо кусок. Взгляни на меня, хотя бы разок. Чуть меркнет свет, оно приходит в дом. Список имён на стенах вырезает ножом. Список тех, кого успела сожрать. Давно до меня. Открой же глаза. Взгляни на меня. А вот эта херня уже страшная. Не, ну представьте, почему в реальной жизни. Я бы несколько раз пересрался. Её голос утробный звучит в перепонках. До дрожи костей. Посмотри на меня. Ну давай же скорей. Не сегодня, так завтра. Всё равно я сожру. Сегодня ты победил. Жди, скоро снова приду. И вот новая ночь, она рядом с кроватью стоит. Воняет кишками, она чавкая чем-то хрустит. Твой сосед, он бога молил усердно о помощи. Ты слышишь, как теперь хрустят его хрящи? Я включаю свет, но он искрит и сразу тухнет. На зойливо капает кран. Она бродит по кухне. Назови себя, но в ответ лишь топот её мокрых ног. После него, наверное, мутор намет полы. С него всё капает, все хишки и гной. Ещё и стены портит. Паразит. И вот оно переступает мой спальный порог. Извивается во тьме, распространяя запах гнили. Все жертвы до тебя очень вкусными были. Шаркается по потолку, на моё лицо стекает гной. Рыка могильным доносится из её желудка вой. Когда ты поймёшь, что эта тварь в доме у тебя, И она будет просить взглянуть на себя. Убегай и не думай возвращаться назад, Услышав топот в ночи, не открывай свои глаза. Не, ну рассказчик, конечно, интересный. Но, допустим, я убежал. И где мне жить дальше? Лучше уж тогда подохнуть в тепле дома, в своей тёплой кроватке, Чем бомжевать на улице до потери пульса от холода. Либо с тварью можно стать кентами. Он, бедолага, голодный. Приводить прохожих с улицы к себе домой и отдавать их ей. Почему бы и нет? Плюс друг, плюс дом. Плюс район становится чище. Одни плюс. В общем, сам персонаж тварь мне понравился. А история странная. Почему тварь просто не может сожрать чела? Типа стесняется? Ладно, пора перейти к следующей страшилке. Последний и самый длинный за сегодня. Ну так зачем она ходила к гадалке, если всё равно купила куклу, несмотря на её предупреждение? Какие идиоты сейчас вообще ходят к гадалкам за советом? Много вопросов, мало ответов. Девочка радовалась на покупке, но родителям, брату и сестре ничего о ней не сказала. Элизабет спрятала куклу в шкаф. Ночью Элизабет услышала странное пение. Сначала ей трудно было его разобрать, но потом она услышала. Кап, 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 кровь, кап, кап, кап на полу. Я вышла убить твою сестру. На утро девочка проснулась и закричала. Она увидела страшное зрелище. На соседней кровати лежала её старшая сестра. Все в крови и с разорванной челюстью. И огромными от страха глазами. А на полу была разлита кровь. Приехала полиция и забрали труп на экспертизу. Элизабет решила, что эта песенка ей просто приснилась. И не придала этому значения. А кукле девочка так никому не сказала. Элизабет сколько там лет? Двенадцать? То есть подросток вообще ничего не заподозрил? Не ушёл вот эти фрагментики, считалка куклы и сестры у себя в голове. Вы не думаете, что двенадцатилетние дети настолько тупые? Они по мнению некоторых взрослых будут? Ну, меня в счёт не берём. Следующей ночью Элизабет снова услышала зловещую песню. Кап, кап, капли крови, кап, кап на полу. Я убью твоего отца. Утром девочка проснулась и была в ужасе. Она увидела, как её мама плачет в истерике. Отец лежал на кровати с ножом в голове и выколотыми глазами. А на стене была написана «Ты следующая». На этот раз полицейских никто не вызвал, так как мать была не в состоянии. У неё был шок, и она целый день просидела в кресле, окутавшись одеялом. Брат был младшей сестры на три года, поэтому он тоже ничего не смог сделать. А их мать так и сидела в кресле вся заплаканная. Наступила ночь. На этот раз девочка снова услышала страшную песню. Кап, кап, капли крови, кап, кап на полу. Я убью твою мать. Утром дети зашли к маме в комнату, но их мать была уже мертва. У неё был открыт рот, и у неё были упроблены руки и ноги. А сел в этой комнате вылезает кровь. Ожидаемо. А чего Лиза хотела? Что кукла после трёх убийств членов её семьи превратится в ангелочка, воскресит их, и они прилетят в Диснейленд? Элизабет, это же английское имя, да? Ну, американцы и тут преуспели, а? После этого Элизабет всё рассказала брату. Но так как они были оба маленькие, они лишь предложили закинуть куклу далеко на чердак. На следующий день соседи нашли детей мёртвыми. Весь потолок в их спальне был залит кровью, и с него капли капли крови. Рот у детей был зашит, и казалось, что они зловеще улыбались. А кукла была найдена в шкафу. Она также зловеще улыбалась. Страшилочка интересная, но в возе только за счёт скримеров. Главная героиня тупая, заслужила. Вывод из этой страшилки. Слушайтесь, родители, и не будьте такими же тупыми, как ГГ. И что ж, на этом всё, мне больше нечего сказать. Все те, кто подписался на меня и за вторую часть про Мику Кит, я её сделала. Но уже после октября и хэллоуинской мишуры. По оценкам Валя только так. Да и времени на создание видео у меня остаётся хер с маслом. А точнее воскресенье. Мой единственный выходной. Теперь мне точно нечего сказать. Всем пока и весёлого хэллоуина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok